всем привет с вами скорпион мы продолжаем забеги по сурвариуму спонтанчик давайте так уровень снаряжения 9 почему у нас уровень снаряжения 9 когда мне нужен 8 а шапку не то дел вот 8 уровень снаряжения вот такое вот у нас непонятное чучело собралась сейчас маленько пробежимся оружие у нас восьмого уровня меня не совсем устраивает я взял наш ну не то чтобы любимый но надежный товарищ акм магазинах продается у меня нет но в магазинах есть оружие восьмого уровня вот два вида оружия это sr2m вереск и вереск кому как это что-то типа узи я не знаю пистолета-пулемета и вот это вот ум 45 опять же какая-то не знаю модификация пистолета-пулемета что-то что-то типа знаете наверное скорее всего так где она у нас тут а у нас тут она не продается это наверно что-то типа как она вот витязи что-то наподобие витязи не знаю как это оружие вообще интересно не интересно возможно купим попробуем хотя бы не знаю даже стоит ли сейчас по ходу игры разберемся давайте дальше по экипировочке значит шлем у нас восьмого уровня противогаз такого же но есть конечно вариант вот это одеть но тут изоляции меньше и брони меньше то есть тут уже не до каких-то у не знаю каких-то эстетических проблемах выглядит он да довольно таки мерзковато не совсем вот вписываться в наш вид какой-то какой-то снорк у нас вот давайте дальше значит куртку я тоже взял восьмого уровня значит что тут у нас полезного и не изоляция регенерация на плюс 5 скорость передвижения все-таки я взял чуть-чуть маленечко на скорости у нас есть выбор вот между вот этим бронежилетом тут он прибавлят ну скажем так плюс 15 брони по сравнению с этой курточкой не знаю будет ли нас спасать ничего не могу сказать посмотрим говорю если что сделаем еще один обзорчик по этому восьмого уровню с каким-нибудь другим шмотом штаны штаны пришлось мне одеть вернуть назад вот эти шестые армейские выбор у нас здесь был между вот этими штанами разведчиками и так погодите и вода штаны исследователя восьмого уровня но к сожалению если я одену хоть какой-то из этих вариантов я одевал вот эти скорость передвижения здесь хотя бы на плюс 2 процента но к сожалению тут у нас вот вообще проблема стала то есть всего лишь было бы у меня три рожка для акм а ну это маловато я уже говорил об этой проблеме что в принципе она не такая острая всего лишь стоит подобрать маленько шмот но который позволили нам товарищи разработчики подобрать то есть штаны мы переодели на несколько уровней назад и ботинки ботинки тоже оставил такие вот у нас варианты сапоги исследователя я не знаю они хуже у нас по броне но лучше по изоляции ну как вы знаете я по аномалиям не особо там шустрю и вот эти вот сапоги разведчики они по базовым параметрам проигрывают не знают прибавлять скорость передвижения плюс два процента и в принципе брони плюс два даже это не спасает оставлю свои тут у нас и броня изоляция есть знаю оставлю свои короче тоже вот это 6 лэвла дополнительное значит у нас спецсредства это все те же капканы и аптечки я прокачался уже до 44 уровня умение выглядят так скачал очко вот сюда вот это вот балл допустим это было не не очко один балл я прокачал на болевой порог он у меня стал плюс 2 процента не знаю как это сильно мне поможет справляться со всеми тяготами и лишениями ну давайте все хорош так 8 9 нас кинут к девятым давайте мы посмотрим по оружию что там нас ждет на девятом уровне так 6 так 7 7 7 так вот 8 и 9 замечательно нас ждут с в 98 это уже серьезно ребята это это уже не поможет не этот бронежилет не следующий но это не броник это так курточка да не следующий соответственно нам не поможет и тут у нас так рпд понятно снайперка короче и ручной пулемет и вот до нас к сожалению не спасет а снайперки не вот этот шлем не шлем на на порядок выше ничего этого не спасет от ваншота куртка исследователь но бронежилет арт рпд возможно что-то где-то как-то и я не знаю там какую-то нам секундочку жизни продлит но не знаю на перезаряде его не поймать перестрелять тоже как вы понимаете их хер его перестрелять так что не знаю тут поможет или не поможет эти доли секунды чтоб вам как-то сманеврировать и перестрелять товарищи давайте опять покинем что-то у нас тут опять эта гармошка вся рассосалась что-то куда-то слишком далеко для меня а по вот нежданчик мама я в курган вот замечательная прям локация именно для с вышек ну сейчас тут товарищи будут давать шороху посмотрим и да кстати чем дальше в лес как говорится да я уже на этих высоких уровнях так селем поудобнее достаточно долго не играл то есть на вот этом своем шестом то я так давайте так найти батареи доставить давайте посмотрим у нас две команды значит противник неполном составе нет никаких связок отрядов и прочей канители так давайте балетства сюда 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 и мимо так ладно мимо здесь мы ничего не видим там так так ребята правильно надо смотреть потому что товарищ противник он он не так тут как кажется вот у нас уже работает уже работа товарищ тут я не знаю чуть закрылись ребят ну не смешно да давайте оставим подарок там ребята делать нечего реальная я там шар шарнул особого там ничего не видел интересного так ну вот работа отработает товарищ специалист вот он нас снял а нет это был другой но я как еще раз повторюсь до локация прям идеально создана для кемперюк к сожалению мы будем здесь от них страдать давайте как говорится пройдем там где нас не особо ждут вот здесь по низам а что-то по ящикам как-то бедновато так но если кто не видел тут товарищ у нас вот бежал но вот к сожалению смотрите да вот кто кто-то бы подумал блять ну из пистолетов башку против акм а ну не не знаю не серьезно сейчас он скорее всего ящик у нас отожмет блять но это уже вообще но ни в какие ворота не лезет проигрываем просто по всем параметрам это уже ребята мы действительно что-то как-то не знаю не есть вербут так у нас тут вообще с со снайперками беда какая-то давайте попробуем подорваться далеко не уйдем просто так сказать проверим на вшивость да скорее всего вот да скорее всего нас ждали со снайперки блин играть более чем вот неинтересно вот этим и неинтересно тем что вот ну блять снайперки одни нихуя ничего тут против них не сделаешь ваншоты к сожалению сплошмя одни ваншоты я бы вот предложил нашим собирать где-то на базе но мне некогда печатать я стараюсь уйти ну не знаю давайте 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 собирать что ну это конечно же чревато так пошел копыт и товарищ нахер стопудово вот у меня такое ощущение что палят палят тут прям не по-детски да вон тут ну этот наш шарашек вот это хс кто молодец вот действительно молодец хотя бы что-то противопоставляем мы той команде но этого маловато если честно так попался я в капканы и опять вот смотрите да опять из пистолета да вот сейчас я согласен нас подстрелили мы были слишком сильно ранены для всех вот этих с ним перепалок не тем я был занят если честно да с не особо на него обратил внимание так отлично попался попался товарищем в наш капканчик молодец вот ибо нехер стопудово расставил свое ай-яй-яй так и стараемся уйти сейчас вот стараемся к своим как-то урвать уйти убежать возможно успеем вот товарищи я вижу должны подстраховать я не знаю да ребята подстрахуйте подстрахуйте база давай давай подстраховать подстраховый но у меня тут вот могут сейчас снять очень сюда опасно вон он 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 меня видит на на придется маневрировать ой спасибо нам что-то под насрали чуть-чуть так ну ребята да вот ну к сожалению давай 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 ублюдок я тебя постараюсь перехватить там чё кто кого ой тот еще перестреляли у нас к сожалению вот этот хз засел и ну нравится людям так играть пускай я не имею ничего против сейчас вот мы этого товарища тут встретим он он идет с ящиком должен принципе нас не не ждет чтобы мы вот так вот да а нет ящик вон обили ящик отлично ящик обили так что же нам делать нам отлично что же нам делать нам надо нам надо тырить ящики стараться уйти я далеко опять же не уйду от него ну попробуем вот здесь вот по по этому краю пройти не знаю нас просекут не просекут но здесь чревато последствиями возможно там не дойду именно просто вот ну не знаю сердечко не выдержало скажем там скажем так так у нас один афкшник товарищ хз кто но не интересно да я даже я даже не буду говорить что это какой-то хороший игрок и прочее но но это крыса это крыса которую к сожалению наши не видят где-то совсем далеко да вот где-то совсем далеко он стреляет ну пусть дальше стреляет мне в принципе вообще насрать он возможно вот там до засел вон там кто-то бежит вот вот вон ящик он взял ну я сейчас ящик оставлю здесь и пойду его встречу вот он он с ящиком здесь отлично так наконец-то мы этого ублюдка с пистолетом здрасте нас не ждали да чувак подстрахует молодец молодец стараемся тащить сейчас скорее всего опять нас этот снайпер ну да не буду даже его снайпером что тут и снайпериты из этой винтовки там в любой дамаг в любую часть тела это уже смерть вот он что-то переключился где-то на пистолет я не знаю где он что он где-то он где-то у нас потому что выстрел были довольно далеко от середины возможно где-то что-то как-то постараемся сейчас все-таки свой чемоданчик затащить чтоб эти крысы до команда крыс больше никак не назову в открытом бою они вообще себя никак не показали вот сейчас вот смотрите сейчас я попробую так заправиться отлично мы заправились нам это дали и давайте дотащим попробуем дотащим еще вот этот ящик наш вот опять этот хз занял свою любимую по ходу позицию и вот очень часто мне чешется да там написать и ну где-нибудь в конце ближе я вот так уже и конец почти что нужно будет писать что ли на вот и все у нас еще два ящика это уже шесть так ну их надо конечно же нам уложить и вложить шустрее если мы хотим выиграть хер их знает что там где у них спрятано нет он ребята вряд ли он читак он всего лишь кемперюга да криворукий кемперюга но пряморукий и криворукий ну как говорится здравствуйте не ждали ну вот вообще сидит на базе блин ну ладно молодец ты ну стрелял а у них ладно чё ха ха хи хи у них минус 2 но я все равно никакой к ним жалости не испытываю это все равно крысятничество все-таки с такой пухой можно блять и шевелить маленькой жопой но к сожалению они этого там не делают поэтому да никакой жалости к данным противником блять аномалия тут вообще какая-то страшная сука вот где-то где-то там где-то там он пытается да там стрелять да пусть стрелять господи где-то вот тут вообще он лупит вон он блять то есть понятно где лупил зачем вообще не интересная игра сидеть у себя там на дереве разглядывать так не надо надо мне к сожалению мне надо вот так сделать аптечку использовать сидит там у себя на дереве все видит все слышит но к сожалению ничего не может сказать смысл то да вот вот ну опять он вам залез ну к сожалению надо вот написать так вот из-за таких вот и просирают так давайте нет у нас уже времени мало вряд ли мы донесем 20 секунд ну разве что если вот тут это он нас сейчас он снять попытаться нам да успели еще положить там кто-то пострелял все вот такой бой как бы он не был вначале сложный ну ну да дадим да дадим должное что у них не было двух игроков это это прискорбно но вот так вот не делается вот поэтому и очень знаете противно играть на высоких уровнях становится то есть винтовка ваншотит я попался к более высоким левелом да нежели я собрался тут винтовка ваншотит чем 57 видим человека 57 уровня который ну пришел пострелять то есть не поиграть команду не как-то что-то где-то помочь не принести он просто тупо залазил на свою березку и оттуда всех снимал но будем знать не знал я об этом месте будем знать а дальше что мы имеем 29 еще но он чуть похуже да вот он я так понимаю даже двигался ну потому что чё там 10 его сняли раз ну это конечно да для снайпера это так вот мы видим это оружие 0 убийств 9 смертей ну как я говорил посмотрим что за оружие насмотрелись до бесполезное дальше идем ну уровень он смотрите уровень прочти мой да чё там плюс минус два этих балла херня так еще один кемперюга ну вот смотрите второе оружие которое мы хотели опробовать пробовать я перехотел 015 ребята все таки акм рулит так чё тут угр 95 уровня не знаю что случилось не могу ничего сказать я его вообще по ходу матча не встречал ну не обращал внимание по крайней мере вот на эти циферки не видел если честно и этих вот товарищи я тоже не так а где вот кто-то меня из пистолетика то вот вот наверное вот этот вот перемещался снайпер по крайней мере из этого пистолета он да а меня пару раз снял хорошо о смотрите-ка оказывается я еще лучший игрок ну блин спорить не буду блять ящиков сколько я напиздил у них да да сколько притащил парочку да напиздил столько же так дальше что у нас тут идет 12 уровня сыграл тоже неплохо так здесь у нас еще 31 так за лонг карабин 22 9 к 7 сыграл ну ладно снайпер пусть так рпд да с ним надо уметь играть так тут понятно клан рф славс славс ну я не знаю чем тут временно то нам забыл возможно он у него голдовый какой-то но честно честно вот да если вот это с вышка на порядок лучше всяких по моему даже не знаю по умолчанию всяких голдовых вот этих не знаю мое такое мнение так и вот у нас товарищ 18 уровня развития залез давайте дальше по строчкам у нас резко метнуло вверх за такую хорошую игру причем вверх метнуло везде очень хорошо и кстати да чем выше уровень самой игры уровень шмоток тем больше вы будете зарабатывать естественно играя как минимум чтобы вы были на первых двух ну край третьей строчки то есть играть нужно активно нужно таскать батареи нужно набивать килы противников как-то зажимать прижимать и ну соответственно совершать некие активные действия за пассив тут вам нихуя не дадут я играл на высоких уровнях тоже со снайперкой тоже кстати да не очень снайпер в команде это конечно же в основном к беде не буду говорить что всегда да в основном это беда когда снайпера когда вот такие как допустим я не опытные просто тоже постреляться зашел это не очень мы просирали день уже было очень мало давали вот такие цифры мне не снились за снайперство вот ну тут смотрите мы за амуницию немного вроде и на починку тоже совсем чуть-чуть у нас копейки улетели стреляли мы не так много в основном бегали таскали ну вот такие вот бои значит у нас проходят примерно на что у нас получается в восьмом до восьмом уровне шмоток оружие да оружие там предлагается ну немного да рпд и вот это свшка вот этот хлам который пистолеты пулеметы или какой-то там автомат по типу витязи херня вот честно даже пробовать не хочу у меня полностью устраивает акм просто ну вот ну чуть-чуть подождать когда там какой-нибудь с бафом выпадет должен он выпасть всем спасибо кто смотрел увидимся в следующей серии в следующей серии мы попробуем конечно нацепить портки 9 уровня всем кто глядел смотрел спасибо всем пока